Будет ли как-то профинансировано мероприятие по Куяльнику и на какие именно вы сможете выделить средства из этого фонда? Вот смотрите, вопрос по Куяльнику можно разведить на две составляющие. Первое это соединение Куяльника с морем, с Одесским заливом. А второе, как говорят нам ученые, это нужно расчистить русло реки Большой Куяльник, на котором тоже порядка 70 дам, ставков стоит и все такое прочее. Ну там безхозных, да, 125, но 70 из них безхозных, да. Значит, на сегодняшний момент институтам, которые составляют проектно-смертную документацию, они определили, что чтобы положить трубу, соединить, нужно потратить 29 миллионов, а на расчистку русла реки 38. В программе, денег опять же, что я вам говорил, за 5 миллионов областного фонда, их нет. Поэтому мы решением и сессии областного совета прошлого года обратились в кабинет министров. И последнее, что сделал новый губернатор Николай Леонидович Скорик, обратился к вице-премьеру Бойко, который курирует экологию в нашем государстве, с просьбой выделить нам эти средства. Настоящий институт, ну, я думаю, что еще им нужно месяца-полтора, и они закончат проектно-смертную документацию. Будет проведена экспертиза комплексная, государственная. И после этого только мы можем говорить о том, что мы подадим запрос на финансирование. Это имеется в виду труба. Вопрос трубы? Вопрос трубы и расчистки русла реки. Поэтому, если у нас все получится, как мы запланировали, если нам события не помешают никаким образом, которые в Украине происходят, то я думаю, что мы начнем, приступим к строительству соединительного канала в этом году. От Куяльника до уреза воды морского 1706 метров. Метров 1706. Из них 550... Полтора километра. Нет, 1706. Ну да, ну еще и точно. Потому что мы получили все... Трасса, что идет напрямую. Да, я понимаю. Вот. Из них 550 нужно будет их проложить. Это будет новая трасса. Оставшаяся часть, она сейчас есть. Вот эта труба бетонная, тысячка, которая проходит через... Нам нужно проходить Николаевскую дорогу пройти, прокол, объездную дорогу и железную дорогу. Нет, там есть, в принципе, прокол? Ну, есть. Но нам нужно расширить под железной дорогой, увеличить, потому что и под объездной его надо расширить, потому что объездная дорога будет увеличиться. Будет проходить от Лузановка, это гидропарк, улица Николаевская дорога, улица Красная, да? Красная, да? Красная. И вот так вот.